В прошлом уроке мы разобрали основные настройки самого популярного модуля платформы Wolfix, модуля Cluster Profile Professional. В принципе, этих знаний достаточно для того, чтобы начинать потихоньку строить и анализировать график. Однако тут есть еще множество дополнительных опций и настройок, о которых мы и поговорим с вами в этом видео. Сперва давайте поговорим о разных режимах графика. Первый режим мы с вами уже видели. Это отображение данных по объемам торгов как раз в виде кластеров. Второй тип выглядит вот таким образом. Это когда мы приблизили график, а это когда мы его отдалили. Выглядит немного по-другому, чем в первом режиме, согласитесь. Тут уже бары свечки идут ровными прямоугольниками, без профильной структуры. Лично мне нравится это тем, что при помощи такого отображения здесь очень четко видны зафильтрованные объемы. Теперь о том, как такой режим включить. Заходим в Setup, Options и находим тут самую верхнюю строчку Profile Mode. Включение или отключение этого режима и позволяет нам переключаться между разными способами отображения данных. Давайте теперь посмотрим, что еще есть у нас в опциях. Left-Right Cluster позволяет включать или отключать отображение левого и правого кластера столбика соответственно. Помните, мы в прошлом уроке делали так, что у нас было два столбика. Так вот здесь можно настроить так, чтобы он вообще не отображался. Cluster Frame это рамочка кластера. Выглядит это примерно так. Вот с рамочкой, а вот без. ViewVolueText позволяет убрать отображение самих цифр внутри кластерного графика. ViewX Separator актуально только если профиль Mode отключен. Позволяет отображать крестик в качестве разделителя между объемом и дельтой. Например, если эта функция включена, то получается вот так. Если нет, то вот так. Идем дальше. Bid Ask Leader подсвечивает кластеры, показывая перевес сил, то есть кого больше, покупателей или продавцов. Применительно это только к типу отображения данных Bid и Ask. Выглядит это примерно так. Open Close позволяет скрыть полоску слева от кластера, показывающую открытие-закрытие свечи. Об этом мы уже говорили. Max Volume – интересная настройка, которая позволяет отображать определенным цветом максимальный объем в каждом кластере. Вот смотрите, сейчас у меня закрашиваются только определенные кластеры, которые превышают лимит. А вот я включил функцию Max Volume. Видите, у меня теперь в каждом кластере максимальный объем подсвечивается определенным цветом. Об установке цвета мы еще поговорим. Идем дальше. T Volume Histogram – включить или выключить вертикальную гистограмму. Об этом я уже рассказывал вам в прошлом уроке. Font – это возможность поменять шрифт текста и его размер. Cluster Size позволяет над кластером увидеть его размер, то есть количество строчек в кластере. Выглядит вот так. Techist Scale View Area автоматически подгоняет размер вертикальной гистограммы, когда мы приближаем график. Особо на этом пункте я останавливаться не буду. TPO Size в процентах – интересная функция, которая позволяет отобразить зону стоимости в процентном соотношении как на горизонтальной гистограмме, так и внутри каждого кластера. Зона отображается в виде тонких пунктирных линий серого цвета. Таким образом показывается наибольшая плотность наторгованного объема. Следующий пункт – Bar Side on Techist. Данный пункт мы уже разбирали с вами в прошлом уроке. Contract Line позволяет разделить вертикальной пунктирной линией переход от старого контракта к новому. То есть, когда вы используете функцию Merge Contr, то на графике будет линия, показывающая разделение контрактов. Если она будет вам мешать, то выключить ее как раз-таки можно здесь. TF2 Transparency в процентах – это степень прозрачного дополнительного графика, который накладывается на другой. Помните, в прошлом уроке мы это делали? Так вот, если стоит 100%, то значит, что график будет полностью прозрачным. Current Price позволяет отобразить лейбл с ценой рядом с графиком. Current Price Font – шрифт лейбла с ценой. Current Price Position – местоположение лейбла с ценой. Chart на графике, Scale на ценовой шкале. Last Price Timeline – включает и отключает отображение времени над лейблом цены, а также линии цены. View Dom – показывает или нет стакан рядом с графиком. Dom Delta Type и Flow Bid Ask – это уже тонкие настройки стакана, можете сами с ними поиграться. Хочу заметить также, что если мы хотим восстановить все опции по умолчанию, то для этого достаточно нажать на кнопку Restore – Default. Все, по основным функциям мы прошлись, и напоследок я хотел бы рассказать вам еще об одной фишке – это функции произвольного выбора объема. Идея заключается в том, что при помощи данной функции можно выделить какой-то определенный участок на графике и посмотреть, какой на этом участке был накоплен объем. Делается это через нажатие на кнопку с изображением гистограммы в правом нижнем углу окна. Нажимаем на нее, и у нас появляются вот такие серые уровни, которые как раз и ограничивают нужную нам область. Мы можем передвигать эти серые уровни как обычные уровни поддержки сопротивления и менять тем самым область для подсчета объема. Выбрав область, можно увидеть ее суммарный объем, время построения и так далее. Причем через вот этот выпадающий список можно отображать не только объем, но и другие типы данных. Ту же Delta, Bid Ask и так далее. Ну а на этом здесь все, и увидимся с вами в следующем видеоуроне.